9 июля изобретатель телефона Александр Белл создал в США первую телефонную компанию. Этому событию предшествовала работа над изобретением гармонического телеграфа. Прибор должен был по одному проводу передавать одновременно 7 телеграмм. То, что по нему можно передавать и звуковые колебания, Белл понял в результате произошедшей технической неполадки. И теперь мы имеем возможность и по телефону разговаривать, и телеграммы отправлять. Последнее, кстати, стоит уточнить, жива ли телеграмма, выяснила Вера Баранова. Ее история начинается с момента появления электрического телеграфа. Изобретателем чуда стал Сэмюэль Морзе. В 1844 году он отправил первую в мире телеграмму с текстом «Чудны дела твои, Господи». Еще бы, до этого новости передавали с помощью пароходной почты. И о происшествиях люди узнавали с запозданием на целые месяцы. Телеграфная связь перевернула мировой уклад. А в этом году символу эпох телеграмме исполняется 165 лет. Столько лет назад русский академик немецкого происхождения Борис Якоби изобрел первый буквопечатающий телеграфный аппарат. Немного погодя, первая телеграфная линия в Сибири прошла через Тюмень, а после появилось здание и почтовой конторы. Оно сохранилось до сих пор и находится на улице Красина. До 1928 года она называлась телеграфной. Вообще все важные исторические события прошли именно через телеграф и через это здание. Здесь тюменцы узнали 1 августа 1914 года о начале войны с Германией. Здесь они узнали в марте 1917 года об отречении царя Николая II. Здесь в октябре того же года узнали о большевистском октябрьском перевороте, о начале гражданской войны. Телеграммы были двух видов. Первый – правительственная. Она и сейчас осталась такой – бланк красного цвета. И второй вид – шифрованные телеграммы. Сохранился образец вот такой шифрованной телеграммы, которую послало руководство Уралоблсовета как отчет о расстреле царской семьи в ночь 16 на 17 июля 1918 года. Телеграмма шифрована. Вы видите здесь. Впоследствии следователь Соколов расшифровал эту телеграмму, а кодовым словом стало название «Екатеринбург». В советский период телеграммы получили статус официального документа. И если были нотариально заверены, давали обладателю право приобрести вне очереди авиа- или ЖД-билет. Ну и, конечно, пользовались спросом поздравительные телеграммы. С 2004 года многие страны прекратили поддерживать телеграфный сервис. Однако в России он действует до сих пор, особенно в сельской местности. Кстати, отправкой телеграмм теперь занимается не Почта России, а один из операторов связи. Если ранее отправляли телеграмму, большинство было физические лица, сейчас идут в основном юридические. За прошлый год тюменцы отправили более 22 тысяч телеграмм. Ведь этот способ связи – отличный выход, если под рукой нет мобильного телефона или интернета. Честно сказать, не помню, когда последний раз отправляла телеграммы. Эту решила отправить нашим дорогим ведущим. Здравствуйте, дорогие ведущие программы «Утро с вами». Желаю вам легкого эфира и хорошего настроения. Весь процесс занимает буквально 5 минут. Адресат получит телеграмму в ближайшие 4 часа. Верборан Евгений Проскуряков. Тюменское время.